Всех приветствую на своем канале. Сегодня у нас история Кэтрин Сироу из Нижнего Новгорода. Друзья, рекомендую подписаться на канал Забытые дела. Там вас ждет много запутанных дел и нераскрытых загадочных исчезновений, о которых еще не рассказывалось на других каналах. Присоединяйтесь к увлекательному расследованию. Ссылка на канал будет в описании. Спустя два дня активных поисков в Нижегородской области нашли пропавшую 34-летнюю гражданку США Кэтрин Сироу. Нашли, увы, мертвой. Где находится ее тело, показал местный житель, задержанный по подозрению в ее убийстве. Рассмотрим, как американка оказалась в садах под Нижним Новгородом. Кэтрин Сироу родилась в городе Новый Орлеан в штате Луизиана в 1987 году. После школы Кейт пошла служить в корпус морской пехоты армии США. Снайпером она, вопреки информации, всплывающей в интернете, не была. На авиационной станции морской пехоты Черри Пойнт в Северной Каролине девушка прослужила пять лет, с 2006 по 2011 год, а еще принимала участие в боевых действиях в Афганистане. Закончив службу в армии в 24 года, Кэтрин поступила в Калифорнийский университет в Дэвисе, где на протяжении нескольких лет училась на интерьерного дизайнера по освещению, а также изучала историю искусств. После окончания вуза Кэтрин решила уехать в Россию и выучиться на юриста. Впервые она появилась в Нижнем Новгороде три года назад, уже в качестве студентки Нижегородского государственного университета имени Лобачевского. В 2020 году она поступила на первый курс магистратуры юридического факультета, а до этого обучалась по программе изучения русского языка как иностранного. Кейт успела даже начать писать диссертацию на тему правовое регулирование международного усыновления детей. По словам Лилии Ярушкиной, начальника отдела приема и академического сопровождения иностранных студентов ННГУ, Кэтрин была доброжелательной и неконфликтной студенткой. Вот ее слова. При обучении на неродном языке совершенствование речи происходит каждый день. Конечно, бывает нелегко, особенно с профессиональной юридической лексикой, но девушка прилагала большие старания. На бытовом русском языке она говорила с акцентом, но довольно хорошо. Вообще Кэтрин можно охарактеризовать только с положительной стороны, ответственная, старательная. Каких-либо сложностей за время учебы у нас с ней не возникало. Ей нравился русский язык, нравилась наша страна и ее люди. Сегодня нам всем очень тяжело. Мы были и остаемся на связи с мамой Кэтрин. Друзьям Кейт рассказывала, что Россия интересовала ее с детства. С 15 лет девочку окликали на улицах русские эмигранты в Калифорнии, они принимали ее за соотечественницу. Говорили, что Кейт похожа на русскую внешне. В нашу страну Кэтрин поехала, по ее собственным словам, за интересными приключениями. В Нижнем Новгороде Кейт сначала жила в так называемой принимающей семье. Это люди, которые берут на себя роль семейного окружения для иностранного студента или школьника на продолжительное время. Позже девушка сняла себе отдельную квартиру на бару, ее привлекла низкая стоимость жилья, всего 8 тысяч рублей в месяц, и отсутствие соседей. Несмотря на переезд, Кейт продолжала поддерживать отношения со своей семьей в России. Именно эта женщина первой забила тревогу, когда американка перестала выходить на связь. Друзья рассказывают, что в прошлом году Кэтрин встречалась с нижегородским военнослужащим по имени Иван в течение нескольких месяцев. После расставания они продолжали поддерживать связь, в последний раз переписывались за день до исчезновения девушки. Кейт не особенно распространялась о своей личной жизни. Помимо учебы Кэтрин преподавала английский язык в одной из частных школ Нижнего Новгорода. У девушки были планы на будущее, она собиралась развивать личный инстаграм и регистрироваться как самозанятая, чтобы давать уроки как тьютор. На 17 июня у нее были запланированы два урока, ученики ждали ее на занятии, но Кейт так и не появилась. С момента исчезновения к тому времени прошло уже два дня. Кэтрин Сироу пропала вечером 15 июня 2021 года. Последнее, что она успела сделать, отправить матери в Соединенные Штаты сообщение, что находится в машине с незнакомцем. «Надеюсь, меня не похитит», — добавила девушка. Позднее следователи сообщили, что неизвестных могло быть несколько, но задержали в итоге лишь одного мужчину. Поиски пропавшей начали не сразу. Хотя близкие друзья Кэтрин быстро заподозрили неладное, когда она перестала выходить на связь. Начать распространять ориентировки поисковики смогли лишь после того, как служба безопасности университета имени Лобачевского заявила о ее пропаже в полицию. Родители девушки живут в Калифорнии, и из-за 12-часовой разницы во времени с ними долго не получалось связаться. Корреспондент Мира Майнд приняла участие в поисках Кэтрин и в составе отряда добровольцев исследовала около 10 километров местности в районе Линды, место, где, согласно данным Биллинга, телефон Кэтрин в последний раз поймал связь. Биллинг показал возможные места пропажи и на территориях садовых участков, и на месте первых поисков, программа выдала весьма обширный ареал территории. Но ни прочесывание леса, ни обход садов не дали никакого результата. На ночь поиски временно приостановили. На следующий день следователи обратились к нижегородцам за помощью, граждан просили просмотреть свои видеорегистраторы и камеры. Удалось выяснить, что за несколько часов до пропажи Кэтрин заходила в магазин. Выглядела она на тот момент вполне спокойной. А рано утром 19 июня чаты волонтеров-поисковиков облетело сообщение «найдено, погибло». Тело с несколькими ножевыми ранениями обнаружили в поле, совсем близко от того места, где Кэтрин искали еще два дня назад. После обнаружения тела Кэтрин Сироу уголовное дело было передано для дальнейшего расследования в Центральный аппарат Следственного комитета России. По данным следователей, подозреваемый уже задержан. 15 июня 2021 года около половины седьмого вечера девушка вышла из дома, где постоянно проживала, затем села в неустановленное следствием транспортное средство и направилась в направлении деревни Рекшина в Борском районе Нижегородской области. В результате масштабной поисковой операции рано утром 19 июня ее тело было обнаружено, сообщили в пресс-службе СК РФ. По неофициальным данным, задержать подозреваемого удалось благодаря биллингу телефона. Сотрудники правоохранительных органов засекли данные другого человека, находившегося примерно в то же время в том же месте, причем точки совпадали длительное время. По подозрению в преступлении был задержан 43-летний житель Борского района Нижегородской области по имени Алексей Попов, который ранее был неоднократно судим за тяжкие и особо тяжкие преступления, в частности по статьям «Разбой и изнасилование». Телеграм-канал 112 сообщает, что причиной убийства стало то, что Кэтрин угрожала мужчине заявить в полицию, что он якобы изнасиловал ее на вечеринке. Тот же телеграм-канал приводит переписку с матерью девушки, где та сообщает, что Кэтрин проводила все свое свободное время с компанией нескольких близких друзей, а вот парня у нее не было. Следователи отмечают, что задержанный мужчина активно сотрудничает со следствием. Сейчас проводятся действия для закрепления доказательной базы. Во время поисков Кэтрин Сироу в комментариях под постами в соцсетях развернулся настоящий кружок конспирологов. До сих пор поклонники теорий заговоров строят предположение о том, что американка была секретным агентом, разведчицей или шпионкой. Высказывались версии, что ее могли убрать по политическим мотивам. Журналисты попросили генерал-майора ФСБ в отставке, бывшего разведчика и экс-руководителя управления правительственной информации Александра Михайлова прокомментировать эти идеи. Вот его слова, что она могла вынюхивать в Нижнем Новгороде. Она жила здесь много лет, ни от кого не скрывалась. У нас просто какая-то страна сплетен и слухов, особенно когда что-то касается американских граждан. Без точного понимания, что именно произошло, все версии лишены всякого смысла. Мы имеем дело с трагедией, и педалировать здесь какие-то конспирологические теории просто дико. По мнению Михайлова, если все-таки подтвердится бытовая версия, то США, скорее всего, не будут проводить какое-либо дополнительное собственное расследование. Однако если в этом деле российские силовики будут соблюдать чрезмерную секретность, их американские коллеги могут тоже заинтересоваться убийством. Близкий друг Кейт Александр Токарев рассказывает, что с Кэтрин их познакомил несколько лет назад общий друг, американец Кевин, также живущий в Нижнем Новгороде. Мы встретились на какой-то вечеринке, и я сразу обратил внимание на ее татуировки. У Кейт их много. Я не буквально портаки, расплывчатые такие. Я спросил, принято ли в Штатах бить так. А она ответила, что служила в морской пехоте, и татуировки все оттуда. Ну и разговорились, конечно, на этой почве. Изначально хотел сделать с Кэтрин интервью, а получилось, что стали хорошими друзьями. Интервью с Кейт в итоге действительно вышло, это очень смешной и трогательный разговор о нижегородских новостях и разнице менталитетов. Упомянутый выше Кевин Янгблот, гражданин США, переехавший жить в Нижний Новгород. Парень познакомился с Кэтрин на дне рождения преподавательницы английского из университета. Мы говорили со студентами, и она заметила, что у меня чистый американский акцент. Сразу обратила внимание, мы разговорились, потом я пригласил ее на вечеринку. Кейт была доброй, но в то же время и сильной. Она никогда ничего не боялась. Думаю, она влюбилась в Россию и в Нижний Новгород сразу. В последний раз, когда мы общались, она говорила, что хочет остаться здесь на много лет. Возможно, навсегда. Еще один друг Кейт, Николай Дерюгин, подчеркнул в разговоре с журналистами, что девушка производила впечатление человека, адекватного буквально во всем, несмотря на армейское прошлое. 20 июня 2021 года в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 15 августа 2021 года.